МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Если вам совершенно некогда отдохнуть, значит самое время отдохнуть. И вот чему наполнили сегодняшний выпуск. Салфетки, бисер, акриловые краски и ленты. Как при помощи простых материалов сделать вышивку объемной, многослойной и приближенной к живописному полотну, расскажет Ирина Зубкова. От классики до современности Академический симфонический оркестр имени Рахманинова любой музыкальный материал доводит до совершенства. О последних достижениях коллектива расскажет художественный руководитель и главный дирижер оркестра Алексей Моргунов. Делать то, что доставляет удовольствие, значит быть свободным. В рубрике «Мастерская» Ирина Зубкова. Она занимается вышивкой лентами. Ее рукам подвластны как небольшие аксессуары с детальной проработкой, так и масштабные картины по технике исполнения, выполненные на высшем уровне. Подробности прямо сейчас. Творчеством я занималась с детства, потому что я закончила детскую художественную школу номер 2. Занималась росписью по дереву, потом закончила отделение иконписи. А потом, когда уже ушла в декрет и появилось больше свободного времени, я начала выбирать тот вид рукоделия, который мне был бы интересен. Вышивка лентами она дает для рукодельницы свободу творчества, свободу мысли. Поэтому она меня привлекла. Вышивка лентами она известна давно. Но начало, как считается, было положено еще в Древней Греции, когда дамы, девушки украшали волосы лентами, одежду украшали лентами, даже в предметах интерьера использовалось. Более широкое распространение, конечно, этот вид рукоделия получил в Средние века. Именно тогда даже на поток было поставлено производство ленты для рукодельниц промышленные. Но сегодня этот вид творчества не забыт. Он пользуется спросом, успехом. Есть ленты, которые из натурального шелка или из искусственного шелка. Они более податливые, более нежные. Из них получаются очень красивые изделия. Есть ленты тонированные фабрично уже, меланжевые, да, вот такого качества. Можно тонировать ленты самостоятельно. Для этого используются краски для тканей. Вот акриловые краски. Акриловые краски придают жесткость определенную лентам. Если навыки художественные есть определенные, то есть можно уже картину воспроизвести самостоятельно. Нарисовать полностью фон. Вот как вот сзади вас вот девушка. Здесь вот лик нарисован на ткани. Ткань предварительно загрунтована. И фон нарисован. То есть полностью картина произведена с нуля. То, что касается таких мелких аксессуаров и украшений, для этого используется просто очень тоненькая лента. Там 2 миллиметра, миллиметр. И я вот для своих украшений использую для основы кожу. Ткани используются, как правило, синтетические. Для того, чтобы между волокнами при прохождении ленты через ткань, чтобы можно было легко восстановить волокно само. И не повредив ткань при этом. Еще определенный секрет для того, чтобы протянуть широкую ленту через ткань, нужно, чтобы носик был поуже. Вот здесь. В конце. Уже при вхождении в углу ленты. Больше, наверное, натюрморты используются для вышивки. Этот натюрморт, он выполнен по картине Катерины Калиновской, нашей современницы. Малина здесь выполнена, вышита с помощью бисера. Смородина выполнена с помощью термоклея, горчичных зерен, проволоки. Мне нравится брать сложное для воспроизведения натюрморта, придумывать, как можно воспроизвести тот или иной ягоду, например. Есть у меня натюрморты с грибами. Для них использовался поролон и влажные салфетки. Есть работы, при выполнении которых можно сочетать различные техники. Здесь валяние шерстью, рисование на коже, домик выполнен из кожи. Река выполнена на загрунтованной, предварительно прошлифованной ткани. Выполнена акриловыми красками, покрыта лаком. Сверху мостик металлический. И именно сочетание различных техник позволяет воплотить в жизнь задуманную идею. При выполнении пейзажей нужно знать техники перспективы. О том, что более крупные предметы находятся на переднем плане, более мелкие на заднем плане. При выполнении этих работ эти правила нужно соблюдать. Тогда мы достигнем того эффекта узнаваемости пейзажей тех, которые мы видим в реальной жизни, тех, которые на картине. Чем больше цветов используется в работе, тем она смотрится интереснее. Не обязательно покупать большое количество лент. Для этого есть краски для ткани, с помощью которых можно тонировать работу. На этих часах можете видеть, что листья у роз выполнены простой обычной лентой белой, как и сами розы. Но при тонировке краской мы получаем живописный эффект, который интереснее смотрится даже, чем обычная фабричная лента, если ее использовать при вышивке. В выполнении этой работы вы можете видеть, что использовались не только ленты, но и ткань. Сама обожженная. Вот лепесточки у этих маков – это ткань, которая тонировалась краской по ткани, батиком. Маковые коробочки сделаны в такой вавторской технологии, которую придумала я сама. Это картонка и влажные салфетки. Корзинка выполнена с помощью рафии, про которую мы уже говорили, про ленту. Очень легка в использовании, для вышивки. Замечательный вариант для исполнения корзин, выполнения корзин. В маках вы можете видеть тычинки, выполненные с помощью распущенной атласной ленты и манки, клея, клея и манка, которые хозяйки используют для приготовления пищи. Я начинала и начинала, и сейчас вышиваю просто для собственного удовольствия. Так получилось, что и выставки у нас проходили в картинной галерее, приглашали мою работу, в картинной галерее была выставка. Я не знаю, так получается, что люди замечают мои работы и какой-то проявляют интерес к ним. Выигрывала конкурс «Женщина года», «Женщина в золотые руки». Вот очень весомая такая и награда для меня. Академический симфонический оркестр имени Рахманинова уже полгода радует зрителей своими концертными программами. А их было 12. Что коллективу удалось сделать за столь непродолжительное время и какие задачи он перед собой выстраивает на ближайшее будущее, расскажем в нашем сюжете. У нас действительно череда праздников, и самый большой праздник для нас – это, конечно, гастроли. Полугодичный юбилей существования нового оркестра – это тоже очень интересно, но гораздо важнее, что мы, наконец, из этого гостеприимного зала акционерного общества «Пигмент», где мы полгода живем, репетируем и выступаем, наконец-то смогли выехать куда-то. Оркестр, который не выезжает, это оркестр, который постепенно начинает чахнуть и умирать. И, к сожалению, Тамбовский симфонический оркестр в филармонических залах не играл 10 лет. С того момента, как в 2012 году закрылась филармония на реконструкцию, и оркестр не играл в филармонических залах. Поэтому для музыкантов, которые к нам пришли из Тамбовского симфонического оркестра, это, конечно, большая радость и большая ответственность. Возможность выезда и выступления в филармонии. Видите, филармония – это для нас как храм искусства. Это же не просто здание, это не просто четыре стены и концертный зал. Это еще определенный дух, определенный репертуар, какая-то, выражаясь таким церковным языком, намоленность этой сцены. Нам удалось наладить репетиционный процесс. Мы сейчас очень плотно и продуктивно работаем. У нас появился свой дом, где можно и репетировать, и выступать на одной сцене. И сцены очень хорошо пригодны для того, чтобы играть академическую музыку, без всякой подзвучки, совершенно ничего не требуется. Просто сиди и играешь, что называется. То есть есть возможность работать над качеством, над качеством звука, что чрезвычайно важно, так как мы – искусство живое. У нас началась работа по созданию Совета попечителей. И глава администрации Тамбовской области согласился возглавить этот Совет попечителей. Плюс к нам подтянулись крупнейшие промышленники и предприниматели. Мы надеемся, таким образом, в такой связке с администрацией области и с меценатами, в общем, как-то вывести оркестр на более серьезный уровень финансового обеспечения, на более серьезный материальный уровень. У нас уже состоялись в прошлом году, в 21-м и в 22-м году тоже запланированы очень серьезные закупки музыкальных инструментов, профессиональных музыкальных инструментов. Пока у нас очень серьезный кадровый голод. Нам очень не хватает духовых инструментов, но исполнителей на духовых инструментах. То есть у нас пока что с несколько опережающими темпами идет закупка духовых инструментов, а вот с привлечением новых артистов пока сложность. Но мы стараемся вместе с администрацией области этот вопрос решать и надеемся, что он решится. И в скором времени мы сможем сыграть симфонии Рахманинова полным составом, так как это написано в партитуре «Великого гения». Самое главное, что мы открыли концертный сезон, мы начали играть, и даже сыграли уже одно премьерное сочинение, что для нас очень ценно, потому что то, что современные композиторы доверяют премьеру своих сочинений оркестру, это уже очень серьезный показатель. И вместе с Михаилом Борисовичем Бронером, автором «Снов каштанки» по повести Чехова, вот мы здесь на этой сцене выступали в декабре месяце. И, на мой взгляд, это было очень яркое событие, такой артефакт современного искусства. Это очень здорово. И надеемся, что это не в последний раз, когда композиторы нам доверяют премьеру. Самое такое, пожалуй, грандиозное событие ближайшего времени – это то, что 20 марта мы на этой сцене собираемся поставить оперу. Это будет «Свадьба Фигарова» Вольфганга Амадея Моцарта. Мы это сделаем в сотрудничестве с Российской Академией Музыки имени Гнесиных, с оперным театром имени Юрия Кача Спиранского. Это серьезнейший, интереснейший проект. И вот мы сейчас напрягаем все силы, чтобы к нему приготовиться. «Свадьба Фигарова» Время утекает, как песок сквозь пальцы, и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале «Новый век» в свободное от работы время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok